Привет, я Стас Давыдов. Если вы соскучились по старому и новому фону, и вас очень волнует, где же Ченнинг Татум, то вот просто человек очень удачно ответил на этот вопрос рандомным комментарием к прошлому выпуску. А я, в свою очередь, соскучился по школе и по первосентябрьским линейкам, и выпустил клип, посвященный этому делу. Вот здесь. Только давайте вы не прямо сейчас побежите смотреть, но выпуски, типа, тоже классные. Я в конце ещё раз напомню и ссылочку дам по кухне, переживайте. И очень кстати для канона Дня Знаний Бдыщ Пыщо Лоло прислал первое видео. Насколько мы знаем из достоверных исследований 79% поверхности земли покрыто водой. Всё остальное покрыто идиотами. И это я, как ни странно, не про Бдыщ Пыщо Лоло. Сумма какая? Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь, а вы мне даёте один тысяча пятьсот пятьдесят. Меньше. Я сама уже ничего не понимаю. Всё правильно. Что за цифра такая? Одна тысяча пятьсот четыреста семь... Четыреста семь... Одна тысяча пятьсот четыреста семь... Аха, ну да, Лоло. Ну тупануло бывает. Подумал бы адекватный человек, который не считает всех кругом тупыми. Но, во-первых, это не про меня, а во-вторых, девушка уморительно непоколебима. Вы в школе, в какой школе учились? Ещё раз, сама себе послушайте. Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь. Он мне даёт одна тысяча пятьсот пятьдесят. Меньше на четыреста двадцать восемь рублей. Маш! Так иди посмотри на четыреста двадцать восемь рублей. Маш, послушай сюда. Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь. Не, вот так и бывает, когда человек в школе слишком много плюс сто пятьсот смотрел. Ну, я просто в том смысле, что число пятьсот четыреста ему не кажется чем-то странным. Тысяча пятьсот сорок семь нужно? Четыреста семьдесят восемь. А он мне даёт одна тысяча пятьсот пятьдесят. Иди сюда, вон. Нет, я не пойду туда. Так иди, вот на табле у меня. Вы чего? Уоу, вы понимаете насколько она гениальна! Вот теперь на табле... Она умудрилась триггерить и гуманитариев, которые до сих пор сидели такие, типа... Ну, Стас, а что не так. Ну, тысяча пятьсот пятьдесят же реально меньше, чем тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь. Зато теперь они такие... Таблее?! Да кто так вообще говорит тупая вообще таблее?! Да она вообще в школу ходила?! Не, на справедливости ради у неё на табле действительно многое написано. Так иди вот на табле у меня, ну чего? То, что у тебя набито, это у тебя набито. А до 1500 478, минус 1550, который мне молодой мужчина дает. Меня реально не покидает ощущение, что это подросшая героиня другого видоса, который был у нас на обзоре. Читай внимательно вопрос, читай. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ свой. В третьем бочонке 24 огурца. Ничего не смущает? НЕТ! Ну просто, когда тебя на второй год в школе оставляют, вот то, что ты учишь, оно как бы в квадрате получается. И типа 1500 478, это вообще уже что-то из квантовой метафизики. Короче, ладно нам, хватит издеваться над человеком, ну просто затупил. У всех бывает. Я тоже однажды так затупил. Ну да, я до сих пор туплю. И это хорошо! Ух ты, они что, голые? Я уже знаю ответ на этот вопрос, но прежде чем его узнаете вы, позвольте пригласить вас на свидание, уважаемые. Я понимаю, что вы немного напряглись из-за такого предложения в контексте видео с голыми людьми, но не ссыте. Я говорю о видфесте, об одной из ежеполугодных возможностей встретиться с вашим любимым ютубером, а также со мной 8 сентября в Москве на площадке Мэйн Стейдж. Увидимся, пообщаемся. Если еще не были ни разу, то самое время попробовать. А если ваш ребенок хочет пойти и сфоткаться со мной, то посмотрите для начала выпуск номер 666. Ну, то есть я, конечно, не Данила Поперечный, но мне тоже неловко фоткаться с девятилетними девочками, которые говорят, что вместе с мамой смотрят все мои выпуски. Ссылка с подробной информацией и билетами в описании. А если хотите выиграть билеты, то у меня в личном инстаграме как раз розыгрыш. Заходите, поищите под вот этой фоткой. А, ну да, а что касается голых девушек, облом не голые. До чего дошел 21 век. Мы можем смотреть свое любимое интернет-шо в любом месте города с телефона, ну как многие из вас сейчас делают. Даже самый закрытый хикан может клеить телочек в интернете. Проходят чемпионаты по компьютерным играм с многомиллионным призовым фондом. Мы можем регулировать громкость собак. Ну, ну да, регулировать громкость собак. Это еще что? В полной комплектации вам будут доступны голосовые команды «Гулять» и «А ну иди сюда, шерстяной говноед!» Конечно же, пульт дистанционного управления. И псом можно будет даже оплачивать покупки через Apple Pay. Я только пока не разобрался, если хочу сделать обратно погромче, куда нажимать-то вообще. Блин, это видео настолько миленькое, что когда российские чиновники его посмотрели, они решили декриминализировать домашнее насилие. Слишком жестко, да? Привыкайте, это жизнь, жизнь такая. Не тявкайте на меня. А лучше тявкайте, но потише. Стас, ты чё? Это было слишком. Совсем. Да что уж там, меня тоже воспитывали ударами по лицу. Пиши плюс в комменты, если тебя тоже. Посмотрим, сколько нас воспитанных. Кстати, если после этого видео вы решили, что вам обязательно нужно завести себе такую же псинку, советую вбить в гугле запрос «Хаски сгрыз мебель» и посмотреть картинки. Каждый раз так делаю, когда вдруг опять случается приступ любви к Хаске. На десерт у нас великолепное видео, которое прислал Кафетрон. На всякий случай попридержите свои пантографы, ведь тут водитель троллейбуса на отдыхе. А его дед работал извозчиком, а прадед таскал рикшу возить людей у этого парня в крови. Кстати, заметили, как водители компенсируют размером транспорта свою зарплату? Таксисты вон вообще бабки, видимо, лопатой грибут. Но репортер явно наткнулся на такую жилу жалоб. И чувак вот-вот начнет зеленеть и увеличиваться в размерах, если вы понимаете, о чем я. У нас в ТТУ одни пи***цы, одни пи***цы. Оксана Валентиновна, пи***ская пи***ка, которая не может графики, сука, нормальные сделать, что я должен, б***ь, гонять, сука, свой троллейбус, б***ь. Я должен гонять свой, сука, троллейбус, б***ь, чтобы в график встать. Браво! Верю! Чуть не боссался! Днем он обычный водитель троллейбуса. А ночью он очень обиженный обычный водитель троллейбуса. Походу ему просто надо было выговориться. Знаете, ну неважно, какой вопрос был бы задан. А как вам геймплей Киберпанка 27.7? Оксана Валентиновна, пи***ская пи***ка, которая не может графики, сука, нормальные сделать, что я должен, б***ь, гонять, сука, свой троллейбус, б***ь. Я должен гонять свой, сука, троллейбус, б***ь, чтобы в график встать. Оксана Валентиновна, составьте человеку, пожалуйста, нормальный график. Вон он как переживает. Это вам вот может и нравится ночью напролёт свой троллейбус гонять. А мужика вон до того довели, что он даже на отдыхе в клубе о своём троллейбусе парится. Троллейбус же не такси, не маршрутка, на нём не побобишь свободное время. И тёлочек в клуб не свозишь. Я должен, б***ь, гонять, сука, свой троллейбус, б***ь. Супра. Это его лицо полное первобытной ярости. Узнаёшь себя, когда интервью с Ивлеевой смотрел? В стоячем состоянии, пися, там, 15 сантиметров. Это маленький. Ну да. Кстати, если у тебя тоже есть какой-нибудь смешной видос, пусть даже короче 15 сантиметров, можешь нам его прислать на this.hорошо.ru. Слэш прислат. А если нет смешного видоса, то пришли нам, как говоришь, и это хорошо. Вон, прямо как Лазла Кавай. Снимай, снимай. Стас. Стас, смотри. Если ты, короче, сделал выпуск с порнухой, то надо ещё сделать какой-то трэшовый выпуск. Типа там, я не знаю. Я говорил, как... Это порнуха. Ну, не знаю. Чувак, короче, своей культой другого оттрахал в задницу на качеле. Ну, какой-то такой трэш. Может, у меня мясо какое-то сделать? Ну, вообще, то есть это ещё будет круче о порнухе. Я тебе говорю, стар. Да. И, блин, я так хочу, что-то запилить. А нечего, нечего. А может, себя запилить. Ну, короче. И это хорошо. Ну что, мы все молодцы, досмотрели выпуск до конца. Теперь можно сходить посмотреть клип или по ссылочке в описании купить билеты на Витфест или сходить в конкурсе поучаствовать, выиграть билеты на Витфест. Или лайк выпуску поставить, сходить в туалет можно тоже теперь. Или на сиськах в конце посмотреть.